Добрый день, дорогие зрители! Мы рады приветствовать вас на нашей пятизвездной кухне. Меня зовут Валерия, я являюсь PR-менеджером отеля Radisson Collection Moscow. И спешу представить вам главного человека на нашей кухне, Александр Тиняков. Салют, чао, бонжорно, соно, Александр. Я удивлена, Саша, ты знаешь итальянский? Си. Кому ста? Бене. Бене. Что-то Бене. Я тоже подготовилась к эфиру, у меня даже шляпка-кандальеры, если вы обратили внимание. Итак, сегодня мы готовим итальянские блюда. Какие, Саша, расскажи, пожалуйста, что у нас в меню? Значит, у нас буратто с клубникой сегодня, бальзамическим уксусом, базиликовым маслом и свежими цветами. И, значит, второе блюдо у нас будет, это домашний тирамисо. И самое интересное, что начнем мы сегодня в обратном порядке, то есть мы изначально начнем готовить десерт. Почему? Я все расскажу в процессе. Отлично. Тогда перед тем, как мы начнем, я хочу вам напомнить, наши дорогие зрители, что вы можете задавать ваши вопросы в комментариях. Мы обязательно ответим на них по ходу нашего мастер-класса. Итак, ну что, давайте начнем с тирамису. Для тирамису нам понадобится... Я надеюсь и верю, что все наши зрители или многие из них подготовили ингредиенты, которые мы изначально указывали. И начнем. Значит, нам понадобится для домашнего тирамису белки, жиры, сыр маскарпоне и желтки. Желтки, понятно. А если он жирный, да? Да. Желтки. Итак, первый этап у нас приготовления это... Мы будем взбивать белки. Добавляем немножко соли. И будем их взбивать. А если есть миксер? Ой, слушай, это даже будет удобнее. Это проще, да? Но если мы сейчас здесь включим миксер, то у нас будет очень громко. Угу. И мы взбиваем до густой пенки. Да. Правильно будет называть их пики. Пики. До пик. Интересно. Ну, это, конечно, займет какое-то время. А в среднем сколько потребуется? Минуты две? Да, минуты две-три, я думаю, мы исправим. Поэтому набираемся терпением, зрители, и взбиваем в белки две минуты. Ориентировочно. До образования густой пены. Ну, я думаю, у всех есть миксеры, и поэтому все приготовятся быстрее, чем мы с вами. Ну вот. Так, а мы добавляем сахар или это дальше? Нет, все в процессе. А тирамису – это любимый итальянский десерт, да? Да. Наиболее популярный. Состоит он из трех слов. Тира, ми и су. Тира переводится как тяни, ми – меня, и су – вверх. Тяни меня вверх. Интересно. В нашем исполнении сегодня это будет как «подними мне настроение». Взбодриться. Взбодриться. Взбодри меня. Взбодри меня. Интересно. Вообще, кто-то добавляет больше, кто любит менее сладкий. Ну, а в среднем? Две чайные ложки. Две чайные ложки. Хорошо. И смешиваем наши желточки с сахарной пудой. Вообще, это нужно сделать как можно быстрее, да, чтобы белки не опустились. Потому что, насколько я знаю, пена, она может образовать воду, и тогда уже придется заново взбивать. Или нет? Ну, мы успеем. Отлично. Я что-то знаю еще. Хотя я никогда не готовила тирамису. Многие скажут, что мы не будем готовить с яйцами. Мы не можем есть сырые яйца. Яйца легко заменить густыми сливками, жирными сливками, которые также можно взбить с сахарной пудрой и добавить уже маскарпоне. То есть, этот десерт можно готовить без яиц. Но традиционный рецепт, он включает яйца. И все, кто пробовали тирамису с яйцами, все говорят, что с яйцами вкуснее. Так, ну что, берем еще один болт. Значит, добавляем подготовленный маскарпоне. Он должен быть не из холодильника, он должен немножко постоять, чтобы он был мягче. Немножко это сколько? 10 минут. 10 минут. И сколько нам потребуется сыр? Две столовых ложки, но у нас чайные, поэтому 4 чайных. Есть еще один очень важный момент. Маскарпоне его нельзя взбивать, потому что он очень жирный сыр, и он может отсечься. Поэтому его надо только вмешивать. То есть, сейчас мы сюда будем вмешивать движениями. Вмешивать наши желтки. Так, желточки. И после этого мы добавляем белки. Да. В самом конце. Перемешиваем мы до образования такой массы однородной. Пышной консистенции, однородной. Самое главное, чтобы не было у нас никаких комочков. Значит, десерт этот должен выстояться в холодильнике, поэтому мы его начали готовить в первую очередь. То есть, как мы его приготовим, мы его поставим в холодильничек и начнем уже, перейдем к салату. И сколько он должен находиться в холодильнике? Ну, смотрите, сегодня у нас будет подача интересная, мы для вас подготовили, да? То есть, это порционная. Если вы готовите в большом объеме, да, в большом лотке, допустим, то он должен стоять от 12 часов, чтобы вы могли спокойно его нарезать. Вот. Сегодня нам резать ничего не придется, поэтому... У нас, получается, ингредиенты для одной порции. Для двух. Двух. Для двух, да. Ну, смотря у кого, какие порции. Ну, это средний стандартный. Добавляем взбитый белок. Так. И так же продолжаем вмешивать в наш крем. Так. Я знаю, что с белками, вот именно со взбитыми, нужно обращаться очень нежно. Это правда или нет? Это может быть мое личное заблуждение. Ну, да, чтобы они не осели, не опали. То есть, долго замешивать не стоит? Не стоит. Их можно перебить. Вот наш крем готов. У него такая замечательная консистенция. Можно поближе показать нам консистенцию? Слегка желтого цвета от желтков. Потому что это очень важный момент, я так думаю. Как густая сметана. Назовем так. Хочется, конечно, невольно так вот пальцем облизнуть, все попробовать. Но! Так, далее. Значит, мы берем печенье с авоярди. Есть один очень важный момент. Сейчас я вам о нем расскажу. Мы берем чашечку эспрессо. Добавляем туда амаретто. Смешиваем. И это печенье не надо вымачивать, потому что его сложно будет взять. То есть мы просто проливаем его с двух сторон. Это важно. Чтобы у нас оно слишком сильно не вымокло, а именно пропиталось. Такой аромат чувствуешь, стоит? Да. Необычно очень. А как правильно выбрать печенье? Я просто знаю, что очень много фирмы. Можно выбрать не совсем свежее. Или это не совсем важно. Да я думаю, тут тяжело ошибиться с авоярди. Ну, как бы так сложно уходить в сторону. Оно не бывает там мягче или жестче. Вот, мы его пролили. Это нам понадобится в дальнейшем. То, что у нас осталось здесь. Эспрессо самаретто. Значит, мы берем сегодня такую необычную посуду. Я тоже потом расскажу, для чего это все. Банка. Банка. Неожиданно. Неожиданно. Но в дальнейшем это будет очень интересно. И выкладываем наш замечательный однородный крем. Слоями, да? Сначала у нас крем. Слоями, да. Первый у нас слой идет. Это крем. Потом мы выкладываем печенье. Очень аккуратно. Не сильно придавливая, чтобы у нас не придавить это все. Чтобы у нас десерт был воздушный, а не плотный. Значит, добавляем крем. Затем снова печенье. А если у нас нет таких баночек, что нам делать? Вы можете использовать стакан. Даже бокал для виски. А можно без посуды? Или обязательно понадобится посуда, в которую мы все это поместим? Ну, конечно. А как? Я думала, просто как пирожное. Ну, пирожное же, и она должна иметь какую-то форму. Так. Ну вот. В принципе, мы закончили. Сейчас мы немножко пошумим. То есть... Чтоб наш кремушек прям плавно проник. Закрываем нашу баночку и ставим ее в холодильник. На время. На сколько? Ну, в нашем случае, я думаю, минут 15-20 нам хватит. Так быстро. Я думала, что два обычно. Ну, мы же не будем нарезать. Если бы не нарезали, тогда нам понадобилось бы больше времени. Так, ну что, переходим в нашему замечательному салату. Очень свежему, интересному, современному. Так, и какой же это салат? Салат. Буратта с клубникой. Буратта. Я знаю, что Буратта родом из итальянского региона Апулия. Да, все верно. Значит, этот сыр изобрели в 1920 году, 1920 году. Значит, из молока буйволицы, либо коровы. Значит, он из семейства моцареллы, этот сыр. Это свежий сыр. Получается, что его вытягивают и закладывают туда сам сыр. Получается оболочка из моцареллы, а внутри такая мягкая сливочная начинка. Ну, сложная технология приготовления, да, достаточно, поэтому проще купить уже готовую Бурату. Ну, они все продаются в магазинах, да, насколько это? Ну, да, сейчас очень много фермерских продуктов, кто неплохо готовит сыр. То есть на обычном фермерском рынке мы можем найти Бурату? Да, но... С этим проблем никаких не должно быть. У нас все продукты, начиная от такой спелой клубники, свежей хрустящей руколы, буратты, мы покупаем на Фудсити. Так, это секретики уже. Да, мы открыли для вас секретики, где мы покупаем продукты для нашего отеля. Ну что, перейдем к приготовлению. Значит, с чего начнем? Мы возьмем нашу тарелочку, возьмем нашу хрустящую руколу, в тарелки ее выкладываем. Значит, нашу спелую клубнику режем на две части. И будем мариновать. Мариновать, а в чем? В уксусе, в бальзамическом уксусе. Так, а ты расскажешь что-нибудь про бальзамический уксус? Ну, традиционно лучший бальзамический уксус производят в Модене, в Италии. Я знаю, что оттуда родом итальянский теннер очень известный достаточно. Это луча на повороте, это так? Так. Да. Так, значит, вот наша клубника. Мы добавляем бальзамический уксус. Одну столовую ложку. Добавляем оливковое масло. Саша, у нас вопрос в Инстаграм. А сколько выдержка уксуса? Ну, наш уксус 12-летний. Вообще стандартно считается, что лучший уксус выдерживается от 12 лет и может доходить до 25. Там три выдержки есть в Модене. Получается 12, 18 и 25 лет. Это так долго? Так долго, да. Это считается. Деликатес. Вот как маринуется наша клубничка. Выглядит симпатично уже. Так, переходим к следующему шагу. Значит, вот он сыр Буратта. Это главный ингредиент. Главный ингредиент. Здесь, значит, он находится в сыворотке. Сыворотка нам не понадобится. Мы ее сливаем. Многие кладут целиком мешочек, но мы его сегодня разрежем, чтобы показать, как внутри выглядит наша Буратта. Ух ты! Внутри как густая сметана. Аппетитно. Так. Наша клубничка уже подмариновалась. Получается очень яркий, сочный салат. Можно назвать салат? Да. Салат, либо холодная закуска. Вообще Буратта очень такой универсальный продукт. То есть можно традиционно Бурату готовят с томатами, со свежими, спелыми томатами. В данном случае, так как она универсальна, вот мы готовим ее с клубникой, но когда сезон черешни, можно готовить ее с черешней. Можно экспериментировать смело. Можно экспериментировать смело. Да, она универсальна. Значит, вот у нас наш бальзамик. Очень красиво. Настоящее итальянское лето. Яркое, сочное, очень красивое. Так, у нас еще здесь есть... Это у нас для декора цветочек. Для декора съедобные цветы. Они съедобные. Съедобные. А вот если... Нет цветов. Да, вот захотелось поэкспериментировать, а такие съедобные цветы, я думаю, что... Такие съедобные цветы можно найти. Цветы вы можете найти на Фудсити. Прекрасно. Фудсити. Вот у нас здесь свежайший базилик. У нас вообще очень в этом салате. Ну, кому как удобнее или закуски. Очень богатая палитра вкусов. Здесь есть и рукола с горчинкой, сладкая клубника, кислый уксус, сливочная буратта, ароматный базилик. Да, базилик уже чувствуется, конечно, аромат. Красота. Так. Значит, далее у нас есть оливковое масло. Финальные штрихи приготовлены. Финальные штрихи. И молотый черный перец. Ну что? По-моему, перфетто. Да. Давайте покажем нашим зрителям, какая получилась красота. И все это вы можете повторить на своей домашней кухне. Абсолютно несложный, доступный всем рецепт итальянской закуски. Так, вот если вы заметили, мы подготовили еще очень интересный плейсмэд. Это одноразовая салфетка, да, которая может носить как и развлекательный, так и информационный характер, да. Здесь у нас, вы видите, на пергаментной бумаге мы сделали, отпечатали карту Италии. Угу, с продуктами. Да, то есть пока гости ждут приготовления. Можно изучить. Можно изучить, да, посмотреть. Кулинарную карту. Так, ну что, будем готовить наш десерт. Готов. Вот буквально хватает 20 минут, и он становится довольно плотный. Я почему-то думала, что обычно требуется больше времени оставить на ночь, утром. На следующий день можно попробовать. А у нас 15 минут, и все готово. Можно посыпать какао. Можно использовать тертый шоколад, но мы будем использовать воздушный рис в шоколаде. Слышишь, как он стучит? Да. Хрустящий воздушный рис. Так, у меня еще приготовлено еще кое-что. Это полотно из мешка, в котором перевозят кофе. У нас же кофе мы добавляли в наш десерт, поэтому это будет оригинально в нашей подаче. Декор. Ставим в нашу баночку. Для декора у меня есть здесь кофейные зернышки. Красота. Обязательно нужно добавлять что-то кофейное, нельзя фруктовое. Есть несколько. Сейчас много вариаций термесо. Он может быть как клубничный. Но мы с вами готовим традиционный термесо. Также у меня есть еще... Помнишь, я говорил, когда мы оставляли эспрессо самаретто? Да, что еще понадобится? Вот у меня есть такая пипеточка. Сейчас мы ее наберем. А для чего это? Если кто-то хочет усилить вкус десерта, то он может из пипеточки прям выдавить это в наш десерт. А, то есть после подачи, ну или как обычно в ресторанах, гость может надавить на пипеточку и тирамесу дополнит. Что это у меня там? Намаретто с эспрессо. С эспрессо. Добавит кофейного вкуса еще больше. Так, задекорируем. Сделаем прям по-итальянски. Разложим веточки. Такой тематический у нас. Солнечная Италия. Солнечная Италия. В Москве. Потому что дальше будет очень интересный коктейль. Да, куда же без напитков. На его коллеги Константина. Так, и еще один момент. Помнишь, я говорил, почему мы используем такую посуду, как баночки сегодня, да? Вот ты готовишь ужин. Да, или обед. Твои гости поели и говорят, Лер, ты знаешь, мы так наелись, что десерт, наверное, мы уже не осилим. А ты думаешь, я столько времени потратил на него, столько сил. Остановитесь. Столько любви в него вложила. И ты делаешь очень просто. Ты закрываешь баночку. Говоришь, возьмите с собой. Приятного аппетита. Спасибо, я возьму с собой. Обязательно попробую. Итак, конечно же, нам не обойтись без напитка. И для этого мы приглашаем нашего коллеги Константину, который поможет нам приготовить освежающий коктейль «Белла Лимончелло». Лимончелло, да? Бонжорно. Бонжорно. Сегодня я вам представлю алкогольный коктейль. Давай я помогу. «Белла Лимончелло». А почему именно этот коктейль? Он самый популярный в Италии? Один из популярных. Итальянцы очень любят коктейли на игристом. Винья. И также Италия является родиной очень многих ликеров. Один из них – Лимончелло. И так как сейчас лето, жара, я подумал и решил приготовить в меру алкогольный, освежающий, бодрящий коктейль. И самое главное – летний, потому что буйство красок, конечно, впечатляет. Для этого нам понадобится большой бокал, например, такой, чтобы туда поместилось много льда. Сделаем каемочку из клубничного сиропа. Чем хорош этот коктейль? Его можно приготовить дома очень легко. Для этого не нужно иметь бар или какие-то особенные инструменты. Подойдет даже клубничное варенье, в принципе. Я погружаю ее в ванильный сахар с ароматом ванили. Такая вкусная, ароматная. Чувствуете аромат? Пока что слабо. Я думаю, что когда мы добавим лимончелло, аромат будет, конечно… Заиграет лимончелло. Да, совсем иначе. Так, добавим побольше льда. Нам понадобится немного сока лимона. Примерно 10 миллилитров. Удобно, когда есть такое приспособление. Да, цедра содержит эфирные масла, и это дополнительно обогащает наш коктейль ароматом лимона. Да, вот сейчас аромат чувствуется, конечно. Это лучше, чем просто лимонный фреш. Безусловно. Добавим 30 миллилитров лимончелло. Не стоит слишком много добавлять, иначе он превратится из освежающего, расслабляет. А какие еще бывают популярные коктейли в Италии? На игристом вине, например, Беллини, Россини, ее великое множество. Игристое вина просекло итальянского. Нам понадобится 150 миллилитров. Добавим немного колотого льда. Ну, это тоже по желанию, у кого есть колотый лимон. Да, если нет, он так прекрасен. У меня дома вряд ли он найдется. И добавим буквально 10 миллилитров того же сиропа клубничного. Красотища, конечно. Да, сразу настроение оказаться на берегу моря с бокалом. Это так же, как нам пишут в инстаграме. Я вот прочитала комментарии, да тоже себя представила. С бокальчиком лимончелло на берегу моря. Шикарно. Но все это можно сделать на своей кухне. На даче. На даче, конечно. Порадовать соседей, друзей. И себя. И себя. Оформим так дольками клубники. Можно изначально к кувнику погрузить в бокал. Немножко ложечкой размешаем. И наш коктейль готов. Да. Понадобится только трубочка. Можно и без трубочки. Каемка она сладенькая, вкусненькая. Можно так пить. Ну, гораздо удобнее с трубочкой. Прекрасно. Выглядит, конечно, действительно очень освежающе уже. Даже я не попробовала, но чувствую. И вот в вишенку еще можно намажить в торт. Сделать. Цедру лимона. Смирать. Отлично сочетается по цветам. Коктейль с нашими... Лейный цветом. Да. С нашими блюдами. Так, ну что? Наш итальянский коктейль готов. Чао. Спасибо большое, Константин. Я думаю, что наши зрители обязательно повторят этот коктейль у себя на кухне. Возвращай десерт. Обязательно. А, я же уже его почти съела, Саша. Ну что ты. Вот только дали, думаю, ну вот наконец попробую. Нет же, снова отбирают. Так, наша композиция завершена теперь коктейлем. Ну что, скажем, бон аппетиту. Приятного аппетита. Бон аппетиту. И обязательно следите за нашими обновлениями, потому что мастер-классы у нас будут проходить часто. И будем готовить вместе на нашей пятизвездной кухне. До скорых встреч. Чао-чао. Продолжение следует.